...глюкозы в некоторых продуктах. Ну, глюкоза — это моносахарин. Она содержится в мёде, в яблоках, в тех фруктах, которые имеют сладкий вкус. Поэтому её можно определить в наличии с помощью качественной реакции. У меня даны четыре пробивки. Вот вы видите их. В них гидроксид натрия. Как раз он используется для определения глюкозы в различных продуктах. Но чтобы определить её гидроксиду натрия, я наливаю сульфат меди. Вы видите, происходит химическая реакция. Выпадает синий осадок. Вот это вещество является главным для определения глюкозы. Что нужно сделать? Определим, есть ли глюкоза в мёде. Вот здесь у меня раствор мёда. Получается такой ярко-синий раствор. Здесь у меня яблоко. Сок яблока. Нальём его. Ещё мы возьмём сок черешни. Посмотрим, есть ли черешня глюкоза. Для этого я просто выжму этот сок, выдавлю из ягоды. Так, и это будет ещё одна пробирка. И ещё можно взять сок апельсина. Для этого я выдавлю немного из дольки апельсина. Сок. Достаточно. И наливаю в четвёртую пробирку. Чтобы определить, есть ли глюкоза в этих веществах, в этих соках, мы должны нагреть эти пробирки аккуратно и посмотреть, что же произойдёт. Возьму первую пробирку, там, где был мёд, и начинаю нагревать. Сначала мы нагреваем по правилам техники безопасности всю пробирку в верхней части пламени, потому что она самая горячая. И мы сразу замечаем, что в пробирке происходят какие-то изменения. Обратите внимание, раствор уже становится мутным, и цвет его меняется. Он был синий, а сейчас он становится жёлто-зелёным. И в верхней части уже мы видим, появляется красное такое какое-то вещество, образование этого вещества, красного осадка, говорит о том, что действительно мёд содержит глюкозу. То же самое практически должно произойти во всех пробирках. Но так как глюкоза имеет разную форму, поэтому цвет не всегда такой ярко-оранжевый, хотя ему нужно быть и светло-оранжевым, и ярко-оранжевым. Какие-то оттенки, но всегда он с оттенком оранжево-красного. Вот мы тоже нагреваем, и видим, что происходит изменение. Цвет меняется. Вы видите, на какой пробирке? Тоже жёлто-зелёный становится. Но здесь он уже не такой красный, потому что яблоко, которое я взяла, оно было зелёным. Но смысл этой реакции один и тот же. Вот, пожалуйста, образовался тоже оранжевый осадок. Третью пробирочку возьмём. Здесь был сок вишни мы наливали. И тоже нагреваем. Выпадение такого красного осадка говорит о том, что в данном продукте содержится глюкоза. Именно эта реакция является определителем глюкозы. Здесь мы видим, что такого яркого вещества, как в первых двух пробирках, у нас не получается. Но попробуем ещё нагреть. Но мы видим, что тоже меняется цвет. И тоже выпадает осадок. Только он чуть-чуть отличается, не такой яркий. Но глюкоза здесь есть. Такой цвет тоже говорит о признаках наличия глюкозы. Так, и в последней пробирке у нас был сок апельсина. Тоже нагреем эту пробирочку. И тоже мы уже видим изменения, происходящие в ней. В данном случае образуется апсид меди одновалентный Купрум-2О. Наличие разных цветов пробирки от синего до жёлто-зелёного и затем красного говорит о том, что происходит несколько химических реакций. Но в результате реакции всегда выпадет красный или оранжевый или ярко-жёлтый с признаками оранжевого осадок. В данном случае мы тоже видим этот осадок. Таким образом мы определяем на уроках химии и на занятиях кружка по химии глюкозу. Продолжение следует...